Дайте мне вот такую коробочку шоколада. Пожалуйста, выдержите. Вот. Вот вам шоколад, держите. Зачем это? Вручите в администраторше, достанете номер, располагаетесь, живите, развлекаетесь. А я пока к началу. Как это вручите и потом что-то значит достаньте номер? Вы что, смеетесь? Забейтесь, будьте мужчиной. Сделайте нам, пожалуйста, чайку. Мы тут включили тебя в делегацию. Поедем в том месяце в Англию. Зачем это? Заводы синтетики подготовили кое-какие закупки. Ну что, в институте? Выслали чертежи в Березовку. Нет, не выслали. Почему? Есть другое предложение. Какое? Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо. Мы и тут сами разберемся. Хорошо. Ну, так какое же предложение? Только не падай в обморок. Есть предложение закрыть это строительство совсем. Ну, слушай, неплохая идейка. Закроем Березовку. Ты с лимоном. Заодно прихлопнем твой институт, министерство и двинемся на рыбалку. А я ведь серьезно. Что серьезно? Предлагаю закрыть Березовку. Закрыть строительство Березовского комбината? Так, что ли? Да. А ты в своем уме? Кому ты это собираешься предложить? Вам. А затем правительству. Ты, конечно, знаком с работами Уральского института, о кайтане на нефти. С работами ниточками. Ну, допустим, знаком. Так вот. Уже сейчас ясно, что технология, положенная в основу Березовского кайтана на угли, уже устарела. Мы считаем, что нужно делать кайтан не на угли, а на нефти. По методу ниточки. Постой, постой. Но кто проектировал Березовский комбинат на угли? Я или ты и твой институт? Ну, я. Я, я. Какое это сейчас имеет значение? То есть, как какое значение? Ты же сам знаешь, что строительство Березовки на угли утверждено Советом Министров. Было решение Президиума ЦК по твоему же проекту. О чем тут разговаривать? Это же мальчишество. Это же не серьезно. А если все-таки серьезно? Что серьезно? Закрыть Березовку? Ты понимаешь, как это будет выглядеть? Второй год ведется огромное, гигантское строительство. Второй год! И вдруг здрасте. И как раз сейчас, когда разворачивается экономическая реформа. Владимир Сергеевич, дорогой, ну, честное слово, тысячу раз я об этом думал. Именно сейчас, не откладывая. В общем, так. Вот вам докладная записка. Вот техника экономической обоснования. Познакомься и сообщи об этом министру. Молока нету, гражданин. Есть пиво, шампанское, лимонад. А, шампанское. А мне хочется молока. Так как же нам быть? Не знаю, гражданин, не знаю. Молоко подаем в кофе. А десятки авторитетнейших экспертиз. Это что? Коту под хвост? Миллионы рублей, затраченных на Березовку. Тоже коту под хвост? И постановление Совета министров туда же? Так что ли? Он, видите ли, является, как ни в чем не бывало, и предлагает нам похерить Березовку. Ему, видите ли, взбрело в голову. Делать каэтан из нефти. Но ведь вы же сами. Сами настаивали, чтобы делать Березовку на угле. Кричали, спорили, доказывали. Да, кричал. Да, настаивал. И это была ошибка. Чушь. Никакой здесь ошибки нет. И не было. Выдумки. Вы не волнуйтесь, Степан Игнатьевич. Действительно, Степан Игнатьевич, вы так нервничаете. Мне кажется, продолжать этот разговор сейчас просто бессмысленно. Ну, хорошо, Василий Васильевич. А что, по-вашему, делать с заказами на оборудование, которые размещены по всей стране? Ведь если технология другая, то и оборудование другое. Естественно. Естественно. Вы слышите? Для него это все естественно. Ведь это ж только представить себе, изменить все заказы на оборудование для такой стройки, как эта. Не все. Нет, все. Почти все. Вот. По вашей же докладной. А что это все значит? Это значит, менять государственный план, перестроить на полном ходу производство по меньшей мере 250 заводов, отодвинуть промышленный выход Каэтана, черт тебе, на какой срок? Кто войдет с этим госпланом? Совет министров. С таким предложением. Вы что ли? Я не пойду. Я даже допускаю, Степан Игнатьевич, я даже допускаю, что в результате Каэтан из нефти окажется лучше, качественнее. Ну и что же, в дальнейшем будем делать из нефти. Ну зачем нам строить такой гигант? Бросать столько средств, тратить столько времени, сил, зная заранее, что он уже устарел. Чепуха. Нет, не чепуха. И окончательно устареет к моменту, когда мы его закончим. Кто ответит за это? Я. Я отвечу. Мы. Вы, видимо, считаете, что здесь сидят неучи, лопухи. Я еще раз прошу. Мы привезли вам все нужные обоснования. Разберитесь с них по существу. Спокойно, по делагому, не торопясь. Не торопясь? Каэтан нужен в стране как воздух, как хлеб. Мы платим за него гигантские суммы в валюте. И нужно нам не завтра, а сегодня, вчера. И мы будем его делать. На угле, на соплях, на чем угодно, но делать и как можно скорее. Нет. На соплях мы его делать не будем. И на угле тоже. Будете. Я лично не буду. Ах, вот как? Владимир Сергеевич, заготовьте приказ об освобождении товарища Губанова от обязанности директора института. А чулки, это где? Ну, это пустяки, это в любой ловчонке. Три пары чулок? Шестой этаж. Шестьсот сорок пять. Ключ у меня, значит, нет дома. Три пары чулок, но без шва. А разве бывают такие чулки без шва? Ну, конечно. Ну, кто же теперь носит со швом. Но вы лучше поищите ажурные или кружевные. Вот такие. Нет, пожалуй, жене такие не понравятся. Может быть, дочке понравятся? Нет, дочке другое. Спасибо, пожалуйста. Для дочки надо купить пижаму и, знаете, еще такой резиновый пояс с такими штучками, чтобы держались чулки. Вот вы носите такие? Ну, знаете, гражданин, вы чересчур любопытны. Нет, ну, ради бога, извините меня. Я в том смысле, что носят ли теперь такие в Москве? Ну, вы поищите в ГУМе, вы там найдете модельный. Это 614-й. Гражданин, у вас в номере дама, а уже 2300. Да. А позже, значит, нельзя? Нет, нельзя. А до 2300 можно? Что можно, чего нельзя? Я не понимаю, о чем вы говорите, гражданин. Это что, действительно правда? Что правда? Насчет березовки. А вы уже в курсе? Ну, а как же не в курсе? Вчера вот тут был крупный шумок. Ну и как? Максим Петрович, не в службу, а в дружбу. Зайдите к секретарю и скажите, что мы, мол, пришли. Что, мол, зовут нас так-то и так-то. Ну, это я не знаю, Вася Алексеевич. Что-то я один пойду. Ну? Как вы собираетесь действовать? Как действовать? Вот сюда пришли. Это вы зря. Надо подумать, очень подумать. Вы с Громовым, Сергеем Петровичем, говорили? С каким Громовым? Из Госплана. Его очень слушают теперь. Да и обязательно с Афанасиевым. Это здесь у нас. Ну, Афанасиев ничего не решает. Здравствуйте. Здравствуйте. Не решает. Но он советует. Вам нужно искать союзников, дорогой мой. В сабминии у Боровикова были? Но Боровиков этими вопросами не занимается. Ха. Не занимается. Будет команда ЦК, займется. Конечно, пользы от него не жди. А испортить может. В общем-то, он доброжелательный человек. И еще вам нужно увидеть, знаете, кого? Сейчас. Позвоните ко мне домой вечерком. Я вам скажу, кого нужно увидеть. Нет, нет, нет. Мы предполагали покупать в Америке. Но я теперь еду во Францию, посмотрю, что там. А когда отдыхать? Хотите знать мое мнение? Отдыхайте на Волге. Э, милая, что захотел? Садись в Химках на теплоход. И сразу же забывай все на свете. Хорошо. Здравствуйте, Серафим Матвеевич. Приветствую. Значит, договорились. А как вы насчет этой новой идеи с Березовым? Хватились. Кто это сейчас позволит? Да. Да-да, вы правы. А вы не знаете, что думает сам? А бог его знает. А полагаю, что двух мнений тут быть не может. Извините, пожалуйста. Ого. Сам академик Серебряков пожаловал. Здравствуйте. Здравствуйте, Аркадьевич. Здравствуйте. Как вы чувствуете? У-у-у-у. Здравствуйте, здравствуйте. А вы знаете, его мнение может быть решающим. Его мнение? То есть уже типичный угольщик до мозга костей. Нет, друг мой, здесь готовится дать ей большой раздолбу. Простите, вы, товарищ Ниточкин? Я что? С вами хочет повидаться академик Серебряков. Со мной? Да, пожалуйста. Аркадий Аркадьевич, вот товарищ Ниточкин. Нет, это не тот. Это не он. А в чем, собственно, дело? Знаете, знавал я одного Ниточкина. Во время войны мы на Урале с соседями были. Уголь искали. Голубчик, о таком не слышали? Нет, не слышал, голубчик. На Урале я ничего не искал и вашим соседом никогда не был. А чего мы ждем, собственно? Идет пресс-конференция, товарищ. Сейчас закончится. Приемная, товарища Платинова. У него сейчас американские журналисты. Ну? Волнуешься? Волнуюсь. Заварил кашу? Гляди, сколько народу оторвало. Еще веришь, что твоя возьмет? А я верю в торжество коммунизма, Степан Игнатьевич. Силен. Мы вас задержали, извините. Пожалуйста. Ну что, Губанов? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не забыли обещание, маленькая беседа? Пожалуйста. Ваш номер отель? Отель Москва. Номер 609. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо, Горькович. Ну что же вы. Здравствуйте, Киркевич. Здравствуйте. Добрый день. Садитесь. Добрый день. Здравствуйте, Георгий Кузьмич. Здравствуйте. 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 Я думаю, что мы не нуждаемся в предварительном сообщении. Все материалы разосланы участникам совещания. Вы знакомы с материалами экспертизы? Да. Да. Тогда начнем. Прошу прощения, Георгий Кузьмич. Буквально два слова. Мне бы хотелось напомнить некоторые цифры. А именно, смертная стоимость Березовского строительства порядка 600 миллионов. Простите за опоздание. Проходите, пожалуйста. Кто это? Секретарь нашего обкома. Присаживайтесь. Подождите. Так вот, товарищи, смертная стоимость порядка 200 миллионов. Уже израсходовано около 40. Из них даже по докладной записке товарища Губанова по новому проекту может быть использовано 10-12. Значит, сумма порядка 30 миллионов уйдет на ветер. А если учесть неясность сроков освоения проекта из-за совершенно новой технологии, то... В нашем проекте точно обозначены сроки. А где вы видели, товарищ Губанов, чтобы освоение укладывалось в проектные сроки? Ну, а зачем же неорганизованность возводить в принцип, Георгий Кузьмич? Согласен. Ох, как согласен. Но, увы, пока практика такова. Спасибо. Послушаем, товарищи. Кто первый? Может, товарищ Колесенько? Прошу вас, Сергей Александрович. Мы рассмотрели этот проект у себя. Я не буду касаться экономической стороны вопроса, но для нас очевидно, что новый метод производства каэтана из нефти, предлагаемый вот товарищами Губановым, Нитчкиным, интереснее, прогрессивнее, я бы сказал, намного более обещающий. По предлагаемым технологическим данным, а главное, учитывая его научную основу, мы с огромной долей уверенности можем считать, что каэтан из нефти будет очень высокого качества. И вы полагаете, что такой каэтан может полностью исключить закупку его за границей? Полагаю. В Березовке строится комбинат, который будет давать каэтан, уже не соответствующий современным требованиям. И не исключена возможность, что мы вновь будем обращаться к за границей. Хотя бы частично. Ну, а сравнительная сложность технологического процесса? На угле и не на нефти. Совершенно ясно, что нефтяной вариант по технологии проще, а следовательно дешевле. И вполне вероятно, что экономия в производстве перекроет бросовые капиталовложения, связанные с переходом на новый метод. Благодарю вас, Сергей Александрович. Академик Серебряков. Прошу вас, Аркадий Аркадьевич. Ну что ж, Георгий Кузьмич, я с большим интересом выслушал мнение уважаемого Сергея Александровича. Вполне возможно, что этот проект имеет все права на жизнь, как любой другой научный эксперимент. Но это же можно до бесконечности. начали строить на угле. Достроили до половины, остановились, бросили. Выяснилось, что можно делать на нефти. Ну, построим до половины на нефти, а потом выяснится, что можно делать еще из чего-нибудь. Из манной каши, к примеру, или еще из чего-нибудь. Да ведь это же чушь. А в чем же тогда, по-вашему, прогресс? Всякое открытие, естественно, порождает собой новое открытие. А всякая новая идея в науке как бы тянет за собой новую идею. И в этом заключается прогресс, если вы хотите знать. Позвольте, позвольте. Но тогда получается, что академик Серебряков прав. Так действительно можно добраться до манной каши. Я думаю, что наши научные институты часто охотятся за журавлями в небе. Это, конечно, необходимо. Но иногда и синицы бывают вот как нужны. А наши ученые не больно думают об этом. И это чушь! Вы напрасно так горячитесь, товарищ Ниточник. Зачем так? Вы меня извините, товарищ, но это дело всей моей жизни. Представьте себе и моей. А в значительной степени всей страны. Сейчас нам важнее всего разобраться, где пустое прожектерство, а где подлинно научное предвидение. Вот с этим я согласен. Ну, я очень рад. Какие еще у вас есть соображения, Аркадий Аркадьевич? Всего несколько слов. Я считаю, что консервация березовского строительства была бы грубейшей ошибкой. Я хотел бы напомнить, что на этом самом кайтане из угля работает промышленность Англии, Канады, Японии. Ферге. Но ведь они уже давно работают, а мы еще только строим. Вот именно. Ничего зазорного я в этом не вижу. А если технология недостаточно хороша, совершенствуйте. Давайте улучшим. Но не бросайте на ветер десятки миллионов. Слово имеет товарищ Аркадьев. Прошу вас, Степан Агнатьевич. Точка зрения нашего министерства, Юрий Кузьмич, широко известно. Мы категорически против. Но я здесь, Юрий Кузьмич, хотел бы поставить другой вопрос. О беспечности, безрассудности, и я бы сказал, прямо-таки, преступной безответственности товарища Губанова. Когда правительство поручило нам организовать производство кайтана, то для разработки проекта мы привлекли не писателей и не работников прилавка, а именно тот самый институт, которым руководит товарищ Губанов. И товарищ Губанов сразу же ухватился за метод производства кайтана на угле. Почему? Ведь для него не могло быть секретом, что в то время шли опыты по кайтану из нефти. Но он продолжал категорически настаивать на проекте из угля. И настоял. Так я говорил. Так. Вот видите, так. Как известно, строительство идет около двух лет. Что же, собственно, произошло за это время неожиданного и нового? Какие модификации возникли в голове товарища Губанова, что он, видите ли, вдруг решил составить вопрос о консервации? Не более, не менее. Я понимаю, это дело так. Когда ему говорили о нефти, он даже не удосужился как следует изучить этот вопрос. А теперь, видели, он открыл товарища Ниточкина и его метод. Так это или не так, товарищ Губанов? Нет, не так. Нет, так. Прошу извините. Немаловажен, Юрий Кузьмич, и следующий факт. Все это сделано товарищем Губанову помимо и вопреки руководству. Через голову обкома партии. Откуда у вас, товарищ Губанов, такое наплевательское отношение к людям, которые поставлены вами руководить? Вы что же полагаете, что они хуже вас разбираются в этих вопросах? Молчите. Но это еще не все, Юрий Кузьмич. Сейчас, товарищи, когда строительство на полном ходу, товарищ Губанов позволяет себе задержать выдачу рабочих чертежей, не имея на это ни права, ни разрешения. Таким образом, он фактически остановил строительство. Что это, правда? Да, правда. Как вы это объясняете? Я считаю нецелесообразным строить огромный цех, который по новому проекту вообще не нужен. Это зря выброшены и деньги, и труд. А кто вам дал право решать? Вы знаете, как все это называется? По-моему, деловой целесообразностью. Это называется взять за горло. Где же саботаж? А почему вы не приняли мер? Вы же министр. Постоянно вопрос об освобождении, товарищ Губанов, Георгий Кузьмич. Приостановить Березовку, это шутка сказать. Ну, а если произошла ошибка? Ошибка? Смотря какая и на каком этапе. Когда о таком строительстве, как это, широко известной у нас и за рубежом, ошибка уже перестает быть просто ошибкой. Это вопрос политический. Если хотите, вопрос государственного престижа. Разрешите мне? Пожалуйста. Сначала о нефтяном методе, над которым работал товарищ Ниточкин. Удосужился ли я или не удосужился ознакомиться с ним? Удосужился. Могу вас заверить. Но вот тут-то все и начинается. Как инженер, я, конечно, понимал, что следует дождаться завершения этой работы. Но уже вышло решение правительства о скорейшем производстве Кайтана и началось все то, что у нас обычно в таких случаях начинается. Газеты писали передовицы, подвалы, об этом с утра до вечера кричало радио, телевидение. И вот в частности вы, Степан Иванович, вы же сами выступали по телевидению и говорили, и заверяли, что вот-вот страна получит отечественный Кайтан. А до него еще было... Я понимал, что раз, как говорится, дана команда, все сводится к одному. Скорей, скорее, скорее. Ну и правильно понимал. Нет, неправильно. Если хотите знать, в этом и есть моя ошибка. Вернее, и не ошибка. Вина. Вина в том, что у меня не хватило решимости, стойкости, в конце концов, мужества ждать. Я понимал, что не надо начинать. И, кстати, не я один понимал. И все-таки начал. Да, вы мне указывали на работы, товарища Ниточкина, но при этом твердили скорей и постоянно взывали к моей партийной совести. Ну, не очень-то она шевелилась у вас, ваша партийная совесть. Ну, о совести я еще скажу. Вот вы, Георгий Кузьмич, говорили здесь о синицах. Простите, но, по-моему, это не совсем верно. И уж если охотиться, то на журавлей. Ведь и угольный метод был когда-то журавлем. Но в том-то и горе наше, что мы частенько либо решаем все с плеча, устраиваем дикую гонку, либо так долго мусолим, согласовываем, рассматриваем, что этот журавль постепенно дряхлеет и превращается, вы меня, извините, в щипаную синицу. Ха-ха-ха-ха! Ну, что это? И вот, наконец, есть новый метод. На нефти. Действительно новый. Которому нет равного в мире. Я вас спрашиваю. Что же, снова ждать? Откладывать? Опять ждать? И превратите его в щипаную синицу? Не к этому ли нас призывает уважаемый академик серебряков? Эй, нет, батенька, вы там как хотите деритесь, меня прошу не впутывать. В том-то и беда наша. Каждый боится, как бы его не впутали. А теперь о партийной совести. Тут одно время пошла такая мода все валить на культ личности. Придумали себе такую амнистию. Дескать, все ни в чем не повинны, один культ виноват. Ну, а теперь многие и забывать стали. Вроде бы, вообще никакого культа не было. Но ведь он был. И вот я подумал, а чем он был для меня? Ведь беда не только в возвеличивании одного человека. Это полбеды. А беда в том, что этот культ вырабатывал подлинную привычку быть тихеньким, инициативы не проявлять, настраивать свои мозги на волну очередного начальства. Ну, хорошо, если он умный. А если не очень? И вот молчишь, прячешь свое мнение в карман, а часто и собственное достоинство. Дескать, ладно, найдется кто-нибудь, какой-нибудь дядя, который подумает за тебя и решит. Вот такое чувство. Не какой-нибудь дядя, а партия. И вообще, к чему все эти рассуждения? И общеизвестные истины. Я не знаю, товарищи, может быть, вы все уже и избавились от этого чувства. А я еще нет. Вот однажды проснулся и задумался. Вот я, коммунист, в чем же мой долг? все понимать и молчать? И продолжать вот так строить Березовку? Или решиться, наконец, приехать сюда и выложить все до конца? Ну, не такое уж это большое геройство, товарищ Губанов. Партия сейчас именно к этому и призывает. Я знаю, Георгий Кузьмич. Я и сам не раз призывал. Но только, оказывается, одно дело призывать, а другое дело самому сделать. Взять и перешагнуть через самого себя. Все, что тут вы говорите, вероятно, во многом правильное. Но есть и другие обстоятельства, которые необходимо учитывать. А именно, разрешите мне. Вы кончили, товарищ Губанов? Да. В общем, да. Секретарь Березовского обкома партии товарищ Самохин. Я партийный работник, и потому не стану сейчас касаться вопросов чисто технических. Конечно, если новый способ более прогрессивен, что ж, может быть, и придется переходить на нефть. Правительство разберется, решит. Я не стану касаться огромного напряжения всей нашей Березовской области. Мы этому строительству отдали все. И потому не случайно товарищ Губанов обошел область, ставя вопрос о консервации. Он прекрасно знал, как мы дорожим Березовкой, и что она для нас значит. По-моему, каждый вопрос надо ставить там, где его решают. Или, по крайней мере, могут решить. Ну, ладно, мы не в обиде. Дело не в этом. Тут товарищ Губанов говорил нам о партийном долге. Вот вы рекомендуете законсервировать Березовку. А подумали вы, товарищ Губанов, о тех, кто ее строит? Я говорю о людях. О тысячах людей, которые уже работают. О тех, которые поверили нашим обещаниям и призывом. Сорвались с обжитых места и пустились, так сказать, в платье. С тазами, корытами, бабками, ребятишками. Что прикажете сказать им? Что все это ни к чему. Что, дескать, не доглядели. А ведь это живые люди, товарищ Губанов. Рабочий класс. Они уже сроднились с Березовкой. Привыкли к своему рабочему месту. Попритерлись так сказать друг к другу. Стали обзаводиться хозяйством, молодежь семьями, стали влюбляться, рожать. Началась жизнь. Вы понимаете, жизнь. Куда девать все это? Да ведь это же все лирика. Какое это имеет отношение к делу? Имеет отношение, товарищ Нинчкин, имеет. Простите, товарищ Самарь, продолжайте. Вот вы здесь, в общем-то, верно говорили. О совести коммунисту. Об авторитете партии. Вы подумали об авторитете перед этими людьми? Ведь это ж не мы с вами, а партия призвала их, она дала свое обещание. Повторяю, не мы с вами, а партия. И именно ей они поверили. Так вот, теперь подите к ним и расскажите, как вы однажды проснулись и поняли, что все это ни к чему и что весь их труд это тоже ни к чему. Ну что ж, если нужно будет, пойду и скажу. Что вы им скажете, товарищ Губанов? Ну что вы как коммунист можете им сказать? Правду, товарищ Самохин. Скажу правду, истинную правду. Все как есть, без вранья. Что будем делать, Георгий Кузьмич? Что делать? Надо подумать. Во всяком случае, правильно сделал товарищ Губанов, что поднял этот вопрос. Надо решительно избавляться от прежних ошибок. Раньше, чем принять окончательное решение, я хочу выяснить следующее. Первое. Может быть, все-таки есть какая-нибудь возможность улучшить технологию Каэтана на угле, чтобы максимально повысить его качество. То, о чем тут говорил академик Серебряков. И таким образом продолжать строительство Березовки. И второе. Если же будем переходить на нефть, что вполне вероятно, как вы понимаете, то имеет ли смысл это делать на базе Березовки. Может быть, тогда целесообразнее перенести постройку в нефтяной район? Хорошо, Георгий Кузьмич, мы подготовим материал. Ну, а что же касается дальнейшей судьбы товарища Губанова, то мы решим это в ближайшие дни. Придется вам немного задержаться в Москве, товарищ Губанов. Все, товарищи, спасибо. Судя по всему, пройдет предложение Губанова. Как думаете? Вероятно, но отвечать ему все равно придется. Простите, сидеть мне тут или я уже могу уехать домой? А я вас не вызывал. До свидания. Как вы думаете, Сергей Александрович, нужен я тут или уже не нужен? Скажите, товарищ председатель, нужен я тут или не нужен? Оставаться мне или, наконец, можно уехать? В данный момент я ничего не могу вам сказать, уважаемые товарищи Ниточки. Это поразительно. Просто поразительно, честное слово. Ни от кого не добьешься толку. Если я вам понадоблюсь, немедленно телеграмму. Слышите? Слышите? Да. Слышите? Гражданин, вам чего? Мне нужна Катя. Катя Чуркова? Да. А зачем она вам, Катя Чуркова? Нужна по делу. А по какому такому делу-то? Ну, вам-то не все равно, а по личному. Что, интересно очень, да? Проходите, гражданин. Так, значит, по личному. А вы кто же ей будете? Знакомый? Или, может, родственник? Да нет, я отец Милбанова. Знаете такого? Мишу! Вы Мишенькин папа? Ну да. Ой, господи! А я дурча подумала. Вы садитесь, садитесь. Спасибо. Нет, вы, вы спиной. А то я в таком виде... Ага. Я сейчас переоденусь. Так, вы, значит, Мишенькин папа. Над же. А мне Катя говорил про вас. А что? Ругала? Да нет, нет. Ну, так не очень. А где она сейчас? Катя-то уехала. Как уехала? Да. А Миша где? И Миша тоже уехал. Вместе они. Как вместе? Ой! Да вы ее не вертитесь. А куда же они уехали? На работу. На работу? Ну куда? Ну куда-куда. Точно не сказали. Сказали устроиться, тогда напишут. Да. А что же вам Миша ничего не сказал? Даже не позвонил негодяй. Вот, зараза. А вас как зовут-то? Меня? Василий Васильевич. А меня Зоей. Вот, познакомились. Скажите, Зоя, вы не знаете, они расписались? А как же? Что вы? Все очень чинарем. С первым своим Катей не была расписана. А с Мишей пошла. И что же она по-вашему, Мила, действительно любит? Катька-то прям... Ой! Если бы она не любила, разве бы она пошла? Ее никто не заставит. У нас Катька, знаете, такая идейная. Куритель. Ну, а Миша у вас хоть и так незавидный мужчина. Ну, парень он хороший. Неплохой. А вы сами-то где работаете? Я инженер. Инженер. Женатый. Женат. Да. Сейчас выйти замуж, это знаете? Теперь кавалер-то. Если ему пол-литра не поставишь, так он тебя даже не поцелует, черт такой. Не то, что там что. Точно. Вот и сидишь, одна дома под праздник. Стираешь. А, беда. Зоя, по-вашему, они надолго уехали? Ребята, ну, совсем. Да. Ну, а и то сказать, что за жизнь у них? Она здесь, а он у мамочки. Нет. Уж раз семья, надо что вместе, правда? В общем. Ну, конечно. Вот и Миша так же говорит. А мальчонок-то он. Сыновил. Да? Ага. Так что вот, сынок у вас с готовеньким. Надо же. Да, а чего же я взболталась? Вы, наверное, голодны? Не надо, Зоя. Нет, нет, нет. Я вас сейчас покормлю, раз уж вы ниженькин папа. У меня вот тут колбаса. Сурок латвийский. Послушайте, Зоя. Че? А чего нам, собственно, здесь сидеть? Давайте пойдем куда-нибудь. Ой, а куда? Ну, не знаю, но... Куда у вас здесь обычно ходят? Ну, можно в парк, а можно в Сокольники, на круг. Там сейчас большое гуляние. На круг, тут ближе. А вы что, не шутите? Нет, ну почему же? Ну, давайте на круг, раз ближе. Ага. Только вы отвернитесь, я новое платье одену. Хай! Ага. 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 Ну что же, сдрефили, да? Да, сдрефили. Еще бы немного и получилось. А вам не стыдно со мной танцевать? А почему стыдно? Ну, скажет, дедушку повела. А дедушка еще ничего. Подходящий. Пойдемте, 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 пожалуйста. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер Губанов. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Спасибо, хорошо. Прошу прощения, господа, но я несколько ограничен во времени. Hey, you fellas, you want to be in on this? Мистер Губанов says he hasn't got much time. Мистер Губанов, вы недавно посетили Штаты. Какое ваше впечатление американской промышленности, особо химия? Понравилось? What did you think of American industry, especially chemistry? Понравилось. Очень понравилось. It was very much impressed. Вы могли более подробно что-нибудь? Видели, у американской промышленности, в частности, у химической, большая история. И это и хорошо, и плохо. American history had a long history. This is both good and bad. А почему? Ну, хорошо, потому что у нее было достаточно времени, чтобы достигнуть высокого уровня. Good, because it's had time to reach a high level. И плохо, потому что ряд отраслей по своей технологии уже устарел или устаревает. And bad, because some fields of technology are already behind the times, are becoming outdated. Are we to understand that your chemical industry will be using more advanced methods? Значит, вы полагаете, что ваша химическая промышленность будет пользоваться более передовыми методами? Да. Мы будем пользоваться более современными методами. Yes, we certainly shall use more advanced methods. Во всяком случае, за это идет борьба. In any case, that's what we're fighting for. Fighting? What? Борьба? С кем? Ну, с экономическими трудностями, с ошибками, которые мы еще иногда, к сожалению, допускаем. We're fighting against economic difficulties and the mistakes which we still make, unfortunately. What does Mr. Gubanov think of the American standard of living? А что думает Mr. Gubanov об уровне американской жизни? In regard to mistakes, Mr. Gubanov... You're interrupting me again. Excuse me. In regard to mistakes, Mr. Gubanov is speaking about the giant plant under construction, Beriosovka, I think it's called. Не относятся ли ошибки, о которых говорит Mr. Gubanov, к тому гигантскому строительству, которое называется, кажется, Березовска? У вас, однако, завидная осведомленность. Да, относится. You're pretty well up on things. Yes, it is. I used to blame for the mistakes. Кто же виновен в этих ошибках? Но какое-то имеет для вас значение. Допустим, я. What difference does it make? Suppose he is. Well, you see, in our imperialist-capitalist society, a mistake of that sort would mean bankruptcy for the firm involved. The shareholders would be ruined. Who pays for these things in your country? Акционеры были бы полностью разорены. А кто расплачивается за это у вас? В таких случаях убытки вынуждены брать на себя государство. In such cases, the state has to pay the burden of the loss. Это тяжело, конечно. Это неизбежно отражается на уровне жизни народа. Но если нужно, если действительно нужно, мы можем пойти на такой маневр и исправить ошибку на ходу. Чего бы это нам не стоило. Если хотите, в этом одно из преимуществ нашей социалистической системы. And that, I must say, is one of the advantages of our socialist system. А не кажется ли вам, что это скорее безхозяйственность, возведенный в социалистический принцип? Нет, не кажется. Если такой маневр даст нужный эффект, если он проложит путь действительно новому, то это для нас решает, это для нас главное. А не курс акций и прибыли акционеров. Вот в этом социалистический принцип. Разрешите вернуться к Березовке. Вы говорили, убытки несет государство. Однако же ошибку совершили вы. Что же с вами будет? У вас беспокоит моя судьба. Я очень тронут. Однако моей жизни ничто не угрожает. Скорее всего, я буду просто уволен. А что вы будете делать? Я еще не знаю. Вернее всего, буду работать рядовым инженером. Я строитель. Это же гибель карьеры. Это вас не огорчает. Огорчает. Но вам, вероятно, известно, что мы много строим. Строим заводы, фабрики, шахты, коровники, элеваторы. Но строя это, мы одновременно, как вам известно, строим еще и коммунизм. И согласитесь, что если для тебя это не только слова, если как коммунист ты живешь этим, то не так уж важно, какую должность ты при этом занимаешь. А я, как вам, вероятно, тоже известно, коммунист. Спасибо.